Праздник в городе нашем, мы танцуем и пляжем, веселимся и пляжем, некогда скучать. На театральной площади выступают лучшие творческие коллективы. Город готовился к этому празднику очень серьезно и тщательно. Новые песни и танцы в этот день порадовали и жителей, и гостей Анапы. Ну давай, смелее, лени, на ушей улыбнись. В сквере Гудовича развернули интерактивные площадки специалисты муниципального молодежного центра 21 век и Ратмир. Здесь можно было найти занятия на любой вкус. Пневматический тир, лазер-так, мастер-классы по прикладному искусству и многое другое. Каждый год мы здесь собираемся на все основные праздники, которые в году. Это и 9 мая, день победы, открытие, сезонно закрытие, день молодежи. Всегда много желающих, всегда все с удовольствием подходят, спрашивают, где, как, что, что интересного и так далее. И в этом году, поскольку основной темой у нас были выбраны «Античное наследие России», и у Анапы наконец-то появилось свое яркое лицо Бренбург-города, мы выбрали эти две темы для себя и украсили сквер, соответственно, этим двум моментом. Большой интерес у гостей праздника вызвала площадка «Свободный микрофон». Здесь каждый мог прочитать стихотворение или спеть песню. Внутри присутствует радость, что наступило лето, что наконец-то пришло тепло, что солнце на улице, что можно ходить на море, купаться, загорать и просто наслаждаться хорошими днями. Но, пожалуй, самые яркие и зрелищные представления развернулись в археологическом музее Горгипия. Здесь же работала экспозиция «Античный город». Отличное настроение, отличное представление, было красивое все, прикосновение к истории. В общем и целом, конечно, интересно то, что музей показал, как раньше жили Греции. После представления все желающие смогли прикоснуться к истории собственноручно. От желающих поработать на ткацком станке и помолоть муку наручную мельнице не было отбоя. А для любителей классической музыки на городской площади также был организован концерт. Руслан Душевский, Анапа. Регион.